всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочется сказать всем доброй ночи голубой красно-зеленый почему потому что я пишу расклад ночью только сейчас такая самая оптимальная для меня температура вот когда я могу не таять от жиры поэтому еще сказать если бы это был прямой эфир это было бы глубокая глубокая ночь вот самое главное я делал микрофон то я записывала занятия последние нет предпоследние и забыла деть микрофон представляете вторая часть занятия курса древа жизни на без микрофона вот ну слава богу слышно но не так четко как с микрофона поэтому я надеюсь что я опять не накосячу вот даже не знаю говорить тихо либо громко потому что на дворе ночь наверно слишком громко говорить не будет какой расклад хочу сделать сегодня во-первых буду работать на полной колоде чака спица на второе счастье либо успеха как она называется на темных и светлых историях и на колоде второго привидений три позиции у нас будет как обычно выбирайте тайм коды есть если я заговариваюсь ничего страшного потому что занятие которое я записывала до этого длится примерно два с половиной часа вот поэтому имейте ввиду что после двух с половиной часов моего моей разговорной речи я продолжаю говорить расклад расклад называется мои сценарии судьбы сейчас я перепроверю программы программа моей судьбы на предложил александр невский александр благодарю вас за это второй ваш расклад который вы предлагаете из последних вот будем смотреть я не думаю что я сделала большой расклад хотя кто его знает как получится позиции выбрали надеюсь убираем и приступаем позиция номер один голубенькие камешек программы вашей судьбы как бы сделать его наверное несколько программ ну давайте сделаем так актуальный на данный момент на потому что программ может быть несколько они могут меняться ну давайте на данный момент посмотрим программа вашей судьбы на данный момент так тройка жезлов отшельник и четверка мечей знаете хочется сказать что программа то ваша связана непосредственно непосредственно с развитием с изучением чего-то такого нового да здесь изображен парусник чувство что вам нужно двинуться вот расширить как-то свои горизонты до двинуться нечто такое новое а вы пока на данный момент это не делаете то есть одна из ваших программ сочетать как-то вот наоборот да вроде по идее тройка жезлов даже должен был закон заканчивается этот триплет а он начинается то есть ваше расширение сознания скорее всего связано расширение сознания до сказала оговорка по фрейду расширение ваших внешних горизонтов как разки скорее всего связано с тем что он должно изначально произойти внутреннее какое-то расширение вы в какой-то степени должны выйти как-то вот из своего отшельника у меня ощущение если не считать карты а вот так знаете интуитивно сказать что где-то вы уже не готовы находиться в отшельнике да вы уже как будто бы вышли вот урок который вы проходили по закрытию по отшельнику он должен быть уже завершенный то есть для того чтобы пойти в расширение вообще ваших горизонтов какое-то дальнейшее действие вы как будто бы наоборот должны выйти из отшельника здесь ощущение того что вы достаточно уже изучили как будто бы себя свой внутренний мир потому что его можно копать бесконечно и вот пришло время как раз таки начать действовать и познавать внешний мир то есть вот как будто бы реальность пришло время познать реальность внешний мир с внутренним вы уже мне кажется достаточно хорошо знакомы долгое время старались определиться да по отшельнику понять куда вам идти что вам делать вот какой-то вот внутренний такой поиск но сейчас и четверка мечей нам тоже об этом говорила да вот какой-то вот духовный духовно какой-то вот аспект для вас он был важен в развитии а сейчас как будто бы программа по крайней мере на данный момент это вот выйти из этого отшельника и начать жить в реальном мире знаете как будто бы человек долгое время был в монастыре а сейчас как будто бы получил вольную и вот он либо после армии как-то демобилизовался и должен адаптироваться вот к реальной жизни да вот здесь что-то такое проходит ну-ка давайте-ка я посмотрю на темный аспект сначала как какие здесь сценарии но здесь ключевое у меня вот отшельник да то есть я его не чувствую знаете как в плюсе а он у меня скорее всего отыгрывается в минусе да что где-то вы как будто бы заигрались вот в это уединение одиночество познания себя что может где-то в каких-то аспектах вы даете желаемое за действительно и здесь уже какое-то вот пресыщение пошло да ну попахивать не чем-то не очень хорошим то есть хватит уже здесь программа именно выхода выхода в мир да вот вот это и будет вашим решением да обычно вы узнавали как-то себя а теперь пришло время как будто бы узнать что-то вне вас и это будет для вас как раз ки сценарем на данный момент вот я сказала что попахивает чем-то таким не очень хорошим подшельник у меня выпадает плут да то есть программа самообмана то есть вам сложно будет выстраивать взаимоотношения с людьми как-то с ними договариваться общаться и вам проще быть одному и в этом есть какой-то вот обман да если как будто бы сами себя обманывали что мне лучше одному нет вам одному лучше быть не может да безусловно вам проще самим собой потому что вы себя знаете да и не нужно как-то вот приглатывать какие-то усилия как говорится с умным человеком приятно побеседовать я это понимаю но плутном говорит о том что здесь где-то вы уже заигрались на то есть уже в этом нету развития роста то есть в одиночестве в уединении да по отшельнику уже нету роста потому что вы ни с кем не но не происходит какая-то вот терка вы ни с кем не взаимодействуете и вы не можете правильно понять себя на каком этапе вы сейчас находитесь то есть как будто бы нету обратной связи поэтому вам нужно выйти во внешний мир а внешний мир вот это вот внешнее развитие на расширение своих горизонтов дальнейшее движение а путь это для вас тяжелая работа поэтому я сценарий здесь такой я выхожу знаете как это на корабле сижу открыл этот окошко как он там на корабле называется посмотрел что вокруг моря не интересно и снова закрылся я из лесу вышел и снова зашел в вашей случае как то так для вас это вот сейчас самый актуальный сценарий и он самый тяжелый почему потому что где-то вы и даже сами на себя гневаетесь потому что вышел гнев до подавленные какие-то эмоции связанные с тем что долгое время как-то вы бездействовали либо дать вот восстановление здесь ощущение того что вот вы как будто вы восстанавливаете себя эмоционально выходите в мир понимаете что сложно взаимодействовать как-то с миром да не умеете адаптироваться не знаете не хватает навыков не хватает как-то умения начинаете злиться на себя снова закрываете для того чтобы восстановиться то есть здесь еще не того что-то я открылся да мне понравилось не понравилось и я снова закрылся давайте все-таки посмотрим какие здесь светлые сценарий будут тоже проигрываться то есть что вы должны научиться понятно здесь сразу вступает сценарий коммуникации сценарий проживания реальной жизни да и обучение через других людей не через себя познание каких-то сакральных мистических знаний а вот именно через других людей через взаимодействие через понимание и раскрытие своих способностей через других людей например когда вы общаетесь с другим человеком насколько вы можете его убеждать да то есть вы понимаете насколько вы владеете например ораторским мастерством да когда вы переспрашиваете человека вы понимаете насколько вы умеете слушать насколько вам хватает терпения то есть эти качества вы в себе понимаете когда вы себя анализируете этого у вас уже много было в жизни а именно при взаимодействии терке с другим человеком то есть опыт другого человека вот смотрите светлый сценарий который у вас выходит на труд тяжелую работу касательно расширения до своего мира я выпадает как раз ки рождения то есть это и поможет вам родиться хочется сказать да вот что-то новое привнести рождение но вам хоть и кажется тяжелый труд только потому что вам это неизвестно потому что у вас еще нет достаточно навыков и вот навыки как раз ки вы приобретаете через какие-то действия хочется спросить что здесь родиться да то есть что нового родиться шестерка жезлов вот вы во первых будете двигаться дальше но уже действительно будет движение и рост развития а с другой в страны вы как будто бы одержите победу над самим собой да на тем что долгое время ничего не происходит не развивается здесь вам поможет такое качество как терпение вот знаете я не знаю любите ли вы быстро когда что-то происходит жизни либо медленно но вот здесь вам поможет как раз таки навык постоянства да и вот шаг один шаг за раз да то есть медленное медленное движение это может касаться любой сферы вашей жизни например если у вас есть отношения не сейчас появляется такой сценарий когда вы не быстро проходите вот общение дали по знакомству другим человеком медленно это иногда может вас напрягать казаться что ничего не происходит а никак не развивается а вот здесь вот именно нужно знаете как будто вот терпение и доверие терпение и доверие здесь какие-то новые качества вас будут раскрываться поэтому вам трудно поэтому вам тяжело потому что вы не привыкли к этому что касается вашего обмана да по поводу развития да где выпадал на отшельника здесь выпадает очарование карты говорящие о том что вы должны знаете вот хочется сказать смотреть на мир да вот в какой-то невинности что ли в какой-то своей чистоте то что вы увидите во внешнем мире да не его грязь не его какая-то вот знаете там одни предатели вот в этом мире все сложно в реальном все тяжело как будто бы вам нужно увидеть наоборот красоту чтобы вас замотивировала потому что вы не хотите выходить во внешний мир и общаться с людьми вам это сложно и вас замотивирует только некое очарование этим миром хочется сказать вам нужно научиться видеть красоту этого мира не жаловаться здесь вот нужно освободиться до отчего вам нужно освободиться от желания быстро выстраивать какую-то стабильность я не знаю как может быть быстро выстраивание стабильности но вот ощущение того что вы как будто бы знаете опять таки если мы затрагиваем сферу отношения вы как будто бы быстро хотите прийти к кому-то результату быстро построить серьезные отношения да а вот здесь вам программа говорит о том что вы должны смотреть на мир как зачарованные что ли вот увидеть прекрасное да то есть не циклится на результате на каких-то процессах просто быть вот как будто бы проживать что ли процесс этот до колесо фортуны здесь как будто бы вам нужно научиться доверию не понимаете здесь сценарий который мне показывает говорит о том что не будет так как вы привыкли а будет как-то так как вы как будто бы даже не знаете что ли ранее вот как решаться выше так и будет да то есть каких-то моментов быстро будет что-то развиваться в какие-то будет идти медленно но вы как будто бы не сможете это предугадать вам здесь просто нужно научиться доверять и не не то что не смотреть на жизнь на то что вот есть какие-то результаты до цели результат достигаю там планирую либо еще что-то нет а просто жить причем даже если это будет один день одним днем жить если там я не знаю подвернется какая-то возможность там я не знаю поехать в отпуск не думать почему там три дня или пять дней а просто знаете вот как будто бы ну довериться войти в этот поток куда вас вытащит туда вас вытащит здесь как-то так и в контексте того что вы как-то знаете не у вас не получается взаимодействие с людьми и вы частенько впадаете вот в какую-то агрессию гнев который вы направляете в первую очередь на себя да когда вы занимаетесь вот каким-то самобичеванием саморазрушением себя когда вас что-то не удовлетворяет вот вам нужно здесь как раз таки сценарий показывать научиться быть благодарный благодарным самому себе да за то что вы проживаете не другим людям о себе за то что вы учитесь чему-то на что вы находитесь в процессе обучения перестать быть таким требовательным по отношению к себе знаете хочется сказать вот чуточку позитивнее вам нужно жить быть по рыцарю жезлов не бояться оставлять то что знаете то что вам ценно то есть если скорее всего не привязываться я бы так сказала уметь отрубать и отрезать то что уже отжила то что не соотносится с ценностью вас как человека здесь вы как будто бы себя должны ставить на первое место не ругать я такая вот либо я такой-то наоборот я иду к самому себе до пути только не сейчас понимаете у вас путь не идет внутрь себя а вы как будто бы узнаете сейчас себя через внешний мир и не знаю как это вам объяснить то есть вы выходите во внешний мир взаимодействуете с внешним миром и вы знаете как будто бы то что вы научились вы сейчас пришло время вам это показать весь если вы действительно достойны самого себя если вы себя любите если вы себя уважаете как вы это поймете вот вам для этого дан внешний мир который вам будет отражать то чему вы научились всем вашим навыкам всем вашим способностям вы будете раскрывать себя и за это вам нужно будет благодарить и причем когда вы будете взаимодействовать с людьми если вы будете понимать что что-то не соответствует каким-то вашим внутренним ценностям не боясь не бояться уже это отсекать стать как-то вот более храбрым что ли хочется сказать снять все свои маски и вот вот здесь вот это такой девиз будет снять все свои маски и быть истинным вот это вот ваш скорее всего сценарий на данный момент когда вы ни под кого не поделывайтесь вы ничего не боитесь вы можете говорить все что вы хотите вы можете не входить ни в какие роли а просто жить вот это вот ваш новый сценарий быть собой и не бояться быть собой и посмотреть что из этого выйдет вот такая вот у меня была первая позиция так посмотрим позиция номер два красненький камешек здесь у вас двоечки сценарий на данный момент ваша программа судьбы на данный момент а который вы сейчас работаете а здесь вы как будто бы учитесь обучаетесь знаете чему во первых принимать какую-то помощь да а во вторых не хочу сказать замечать какие-то способности вы как будто бы оттачивается сейчас какое-то мастерство свои какие-то навыки здесь идет вот зарождение чего-то нового опыт какой-то новые приобретаете но вы пока ощущение того что вы его не осознаете здесь на картах люди которые знаете вот нагнули голову и вот дальше хочется сказать своего носа ничего не видят я посмотрю какие исцеляющие темные какие-то здесь сценарий которые вы прорабатываете люди по идее должно быть хорошо так достаточно позитивно но где-то вы еще грустить и да то ли вы не верите во что то что есть вот вам как будто бы дают какую-то помощь а вы ее сейчас не замечаете присутствует какая-то грусть вот какую программу вы сейчас на данный момент отрабатываете вы прорабатываете жертву сейчас знаете вот эти вот вы учитесь выпал выпала карта жалобы вы как будто бы учитесь сейчас не жаловаться ни на себя не на других не на судьбу не на что а как будто вы учитесь жить по-новому знаете ценить себя что ли больше здесь сценарий здесь хочется сказать достаточно сложный сценарий вы проходите почему потому что вот они как-то между собой взаимосвязаны выпала карта жалобы бедность и ненависть вот вы смотрите вы сейчас проходите программу в которой ранее либо до сегодняшнего момента у вас была какая-то неприязнь себя да то есть ненависть и кажется таркан уже попадал двоечкам до ненависть к себе почему потому что вы как будто бы себя не понимали что ли не знали не чувствовали себя не ощущали и вот от того что вы себя как-то не принимали у вас выработался вот этот вот сценарий потому что вы еще ничего и не получали исходя из того что вы как будто бы считаете себя недостойным у вас проигрывается аркан бедности то есть внутри вас ощущение да что я бедный что я недостойный и как следствие вы начинаете жаловаться но вот этот вот сценарий на вот эту вот цепочку вы сейчас как будто бы отрабатываете то есть вы учитесь постепенно ценить себя как-то уважать как-то по-другому начали смотреть на себя да то есть вот это вот внутренняя бедность ваша не только финансах а вообще по ощущениям да здесь эмоциональная может быть тоже бедность присутствует хоть вы эмпатичны но вот по отношению к себе вы как будто бы не понимаете на что вы способны на что вы способны что здесь как будто бы знаете притупились все какие-то ваши ощущения вы как будто бы ну перестали чувствовать что ли перестали наполняться эмоционально и поэтому вы чувствуете вот какой-то холод да и внутреннюю нужду но это связано все начинается с ненависти к себе и вот вы сейчас работаете как раз таки над этим по крайней мере вот у меня такое ощущение либо вокруг вас есть люди которые хотят вам помочь либо вы на новой работе сейчас работаете есть в окружении вас люди которые хотят вам помочь да и вот вы как-то через взаимодействие с другим человеком который есть находится рядом с вами чем-то мужчину показывает молодого вот но в нем случае может быть женщина достаточно такая молодая личность молодой человек по возрасту и вот он как будто бы вас вовлекает эмоционально чтобы вы начали знаете постепенно как-то открываться заново здесь вот ощущение своей какой-то значимостью вас должно появиться потому что на карту ненависть выходит герой да то есть вы должны стать героем своей собственной жизни вы у вас нету весь к другим почему потому что ну вот у них допустим все хорошо а у меня плохо у них получается умение то есть у вас как будто бы до этого был акцент на других людей да то есть вы как будто бы жили с оглядкой на других людей а сейчас вы как будто бы учитесь быть героем своей собственной истории и опять у меня присутствует какая-то партность то ли молодая девушка то ли молодой парень как будто бы вот он знаете вот вас вытаскивает вытаскивает на свет что ли вот как-то вот коммуницирует кого руку помощи вам протягивает и показывает через беседы вашу важность вашу значимость чтобы как будто бы окрепли стали ну ценить себя да вот поняли осознали а то что вы пишете свою собственную историю что все что с вами происходило это просто конечно программа была но теперь пришло как будто бы время что вы можете переписать эту программу что ваша бедность она уже тем более вот эмоционально она пришла к завершению до выпала карта уборка урожая что вы сейчас может быть собираете то что сели в прошлом и вот как только вы поймете что вы герой своей жизни у вас появится либо должно появиться либо вы должны акцент сделать на то чтобы выстроить новый какой-то сценарий на что-то такое позитивное что вам даст в будущем то есть сейчас вы должны создавать какую-то такую историю для себя описать где будете учиться сеять семена сейчас но за делом на будущее то есть не сейчас вы получаете урожай сейчас вы получаете урожай вот своей вот этой вот бедностью да когда ну все присытила ничего не хочу и поэтому по факту в жизни я ничего и не имею сейчас и вот вы как будто бы это осознаете и начинаете писать заново свой сценарий то есть все что вы сейчас будете делать это будет за делом на будущее и поэтому вы должны как-то знаете даже не должны а здесь нужно переключиться на на желание да то есть выйти из четверки кубков когда вот все присытилась ничего не хочу да какая-то вот такая вот грусть не интересно и по факту то и уже и денег нет даже физическом плане да вот это вот бедность уже все надоело хочется сказать хочется какого-то праздника так вот создайте себе этот праздник сейчас для того чтобы вот он в будущем дал вам какие-то позитивные платы станете сами себе пророком да вот здесь карта пророка выпало да то есть поймите что то что вы сейчас выстраиваете знаете такая красивая карта выпала называется ангел когда ангел держит маленькую девочку в объятиях вот станьте сами себе пророком и поймите что вы не одиноки да что есть силы которые вам помогать просто понимаете вы отвернулись от всех сил вы сами вам это нужно было то я не говорю что это хорошо или плохо на тот период когда это происходило для вас это было актуально а сейчас такое ощущение что вот вы как будто бы проснулись после зимней спички и вот выйдете в мир да и начните что-то делать уже для себя не для кого-то вот именно для себя и ощутите рядом с вами присутствие некой такой силы в которой вы верите и чувствуете что вот она вас ведет до что она вам поможет она вас поддержит и вам вера не хватает вам нужно здесь поверить поверить вот то что вы сейчас создаете да это действительно будет так вот вот что-то должно перещелкнуть вашей голове что вы в это поверили что касается жалоб то что вы учитесь вам нужно не выпала карта успеха акцент делать больше на то что у вас получается то есть не сетовать на то что не получается а замечать нечто хорошее такое ощущение что когда вы научите приучите свой ум замечать что-то хорошее этого хорошего становится вашей жизни все больше и больше это приведет к успеху плакарта которая называется божий учитель да вот и аркан смерти здесь у вас должно произойти перерождение в вашем сознании здесь общий сценарий говорит о том что вам вашем сознании надо переключиться с чего-то негативного неприятного на что-то позитивное и вы это сможете сделать только тогда когда искренне поверите то есть пока у вас не будет веры ничего не произойдет вам не хватает позитива в жизни и вы должны сделать акцент на этот позитив самостоятельно в том числе вы должны быть преданы своим каким-то решением и поверить в новые шансы которые у вас сейчас даются а вы просто знаете одной стороны вы не верите в эти шансы поэтому вы на них и не смотрите а вам нужно посмотреть чтобы посмотреть вам нужно захотеть чтобы захотеть вам нужно поверить в это вот здесь все начинается с веры да и у вас как раз таки сейчас сценарий этого обучения обучения этому новому пути но пожелаю вам удачи колес п реален такая у нас была вторая позиция и мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку троечки давайте посмотрим какая программа вашей судьбы сейчас активирована знаете ощущение такого возможного потенциала того что вы выберете вот что вы выберете то и активируется выберете пойти в новое это и получится но вам как будто бы скучно идти в новое трудно почему-то трудно идти в новое в чем трудность обнулиться оставить позади сейчас спрошу что вы там что вы там держитесь страхи связанные с чем с принятием решения ну вам сустро сложно и страшно идти в новое какие-то перемены вас перемены вообще страшат хорошо какой сценарий у нас здесь а выпадает предательство предательство выпадает на выбор да то есть сразу вы предаете себя это и предательство не чужое это ваше собственное предательство по отношению к самим себе нужда что вы как будто бы нуждающийся человек и боитесь быть использованным так вот трудно вам идти в новое обнулиться почему потому что боитесь быть использованными до что не получится не получится буду вкладываться а результат не получу данном случае быть использованы не другими людьми а как будто бы жизнью самой до какой-то ситуации что вот я дамся я поверю я пойду я вложусь и не получится да что на самом деле вам кажется что вы как будто бы придумываете все в себе вот это вот новое да в которой очень хочется поверить да у вас такое ощущение что это придумано и здесь выпадает аркан солнца да он очень интересны в этой колоде когда говорится о том что не все должны быть на светлой стороне да кто-то должен оставаться в тени и вот вы боитесь что вы себе все это придумывали то что вы придумали это все-таки какой-то теневой аспект для вас на что это вот какие-то тени ваши внутренние говорят да через рассказать проявлению ваших демонов сказала демонов и выпала аркан дьявола ваш любимый аркан дьявола знаете вы боитесь обмануться вот хочется сказать все трудно сложно оставить обнулиться почему потому что я боюсь обмануться а почему потому что боюсь предательства в данном случае сам себя когда-то давно сам себя предавал либо предавала в чем было предательство самому себе знаете ощущение того что вышел пашкуков предавали себя вот в каких-то эмоциях и чувства знаете надежду хочется сказать на что-то надеялись и не получилось вот предательство своего ребенка внутреннего это очень давно было это вот прям детство уходит когда вы что-то надеялись вот оттуда там зародился этот сценарий а этого не случилось и либо какие-то свои детские мечты предали а сейчас как будто бы связаны по рукам по ногам и не чувствуете свободы у меня такое ощущение что что-то из детства идет такое что когда-то давно вы хотели что-то сделать а вы этого не сделали может быть забыли даже и вот этот вот сценарий он начинает работать и вы как будто вы не можете пойти в новое потому что чувствуете себя знаете как человек который вот просит у судьбы ну да и мне дай шанс а как будто бы судьба вам горта вот когда-то давно я тебе давала а ты как-то но не поработал с этим шансом как-то отказался от него знаете вот может быть это даже с вашими способностями я знаю что у троечек есть способности когда-то давно вам с детстве давались эти способности а вы от них отказались а сейчас как будто бы вам сложно вы их и хотите и боитесь вы как будто бы со своей силы отказываетесь от своей власти до от какого-то вот своего могущества чего-то вы отказываетесь чего вы так сильно просите четверка педакли то что вы когда-то уже владели чем-то луна может быть вы владели каким-то не знаю яснознанием астральными какими-то проекциями чувствительным каким-то аспектом до взаимодействовали с тонким планом что-то о чем вы видели введение какие-то может быть да все что связано со сном сновидение тоже и вы как-то отказались от этого вот испугались и скорее всего может быть какая-то способность даже если это не способность то что то что было знаете в вашем видении может быть какое-то видение у вас было и вы его испугались может быть в детстве сон какой-то был говорящий о том что вот ты вырастешь и больше вот этим заниматься а вы как будто бы в это не поверили отказались ну вот что-то из детства идет такое что вы предали не смотрите выпадает карта служения возможно вы из детства знали что в чем будет заключаться ваши ваши род деятельности да я не хочу говорить предназначение вот здесь вы служение какое-то что то что вы должны были что-то сделать а вы от этого отказались на может быть кто-то отказался от заботы о своих родителей может быть как-то да а теперь сейчас нуждается то есть какое-то вытащение долга что ли вы не выполнили что за долг преданность вы смотрите там предательство а тут преданность преданность чему настоящей любви вот любовь здесь данном случае она может быть не только к человеку она может быть внутри вас то есть вы как будто бы себе может бы дали какое-то слово о том что вы будете себя любить вы будете себя уважать вы будете себе делать вот прям какое вы обещание дали себе когда вы были маленьким ребенком касательно любви и вы его не выполнили и вот сейчас вас возвращают к тому что пришло время это сделать как-то вот исправить исправить до пойти вот приключения пойти в пути в дальнейший путь по жизни а вы не идете падает с карта силы шамана очень редко она у меня выпадает но сейчас выпало то есть прямом смысле да если вы действительно практик вам нужно этим заниматься если вы не практик то здесь вот как-то продолжение прошлого расклада силами природы потому что шамана они все-таки управляли природы и взаимодействовали с духами но в любом случае духе здесь опять-таки про тонкий план то есть так или иначе как-то ваше взаимодействие с тонким планом она присутствует вот с какой-то силой с какими-то силами а вы этого боитесь вы не идете в это но в этом вот ваша какая-то милость до присутствует здесь вам нужно подружиться и подружиться самим собой смотрите здесь настоящая любовь пара мужчина и женщина а здесь дружба взрослые мужчина с молодой девушкой это даст вам счастье в такое ощущение что вы внутри себя какие-то ваши аспекты души частички своей души должны как-то подружить таким образом чтобы прийти к состоянию счастья вот только тогда вы сможете двинуться дальше интересно интересно так получилось но вот такой сценарий троечки мои мини расклад сегодня у меня получился потому что он должен еще успеть загрузиться до утра времени не так много у меня осталось так как пишу расклад ночью ну что мои хорошие с вами прощаюсь жду ваших комментариев хочу поблагодарить за ваши донаты не знаю кто пришел прислал это было не в прошлом позапрошлому раскладу я упустила этот момент но вот сейчас вспомнила значит сейчас это было актуальным благодарю за ваше внимание лайки дизлайки за комментарии за донаты и за вашу преданность моему каналу и теплые добрые слова всего вам самого наилучшего пока пока